здравствуйте уважаемые друзья в одном из фильмов где изготавливал вот такой стример чем-то напоминающий окунь окуня и решил сегодня связать немножко другую рыбку в другом стиле которая будет напоминать окуня судака любую рыбку которую вы себе нарисуете давайте приступим на спицы для вязания мушек на трубках я закрепил определенное количество лески так чтобы она у крыла полностью спицу и на поводковом материале в конце закрепил вот так тройник давайте приступим здесь мы вначале изготовим хвостик красненький я взял вот такую щепоточку красного меха песца изготовим хвостик форме кисточки одеваем на цевьем так чтобы со всех сторон было одинаково если по каким-либо причинам у вас не получается можно сделать руками или дабинговой иглой разделить вот так пополам подвести и прихватить один кусочек и подхватить снизу второй кусочек подтянули подровняли прихватили оставшийся мех посмотрели где как поправили если есть необходимость в том чтобы добавить мех значит мы его немножечко добавим ну как я вижу в этом у меня необходимости нет крючок мой закрыт довольно таки хорошо проватываем наш мех и здесь я добавляю немножечко голографического люрекса желательно чтобы равномерными частями равными вернее частями со всех сторон у нас разместился вот так вот так прихватим окончательно наш материал промажем клеем и будем формировать дабинговую петлю в которую поэтапно я поочередно буду вставлять разный мех вот я подготовил вот такую веревочку теперь я ее скручиваю вот так Вот как вы видите, получилась вот такая веревочка. И теперь, разравнивая мех, в одну отводя сторону, я начинаю намотку делать по всему цевью. Продолжение следует... Вот так сделали. И сформируем еще одну дабиновую веревочку. Вот мы с вами подготовили вот такое тело. И теперь я пойду его подстрижу по своей форме, чтобы вы потом увидели, что будем вязать дальше. Встретимся после подстрижки. Вот я придал моей будущей рыбке вот такую форму, тело. Выбрал хороший соответствующий крючок. И теперь нашу конструкцию будем здесь крепить. Отрежем сразу, примеряем лишнее. И хорошо еще промажем клеем и подмотаем. Вот где-то так будет. Тройничок наш на месте. Все на месте. Сейчас давайте я вам немножко сдвину. Вот так. Значит, здесь я закреплю еще немножко люрекса. Так как в дальнейшем нам уже больше его крепить не удастся. Несколько прядей с одной стороны. И несколько прядей мы с другой стороны добавим. Так как мы делаем для хищной рыбы, ни судак, ни щука не пропускают. И не боятся блестящих элементов. Добавили. Подломим. Прихватим здесь еще сверху. Вот так. И остатки отрежем. Хвостик у нас имеет достаточно подвижения. Подвижность очень даже хорошо. Теперь я беру. И здесь добавляю щепоточку меха. Сверху буду брать лисы с хвоста. А снизу добавлять только белый мех. Чтобы спинка у меня была как бы рыжая, а брюшко беленькое. Берем примерно такую щепоточку. Отрезаем лишнее. Верх мы подстригать не будем. Поэтому сразу подбираем ту величину, которая нам нужна будет. Вот так, да. Отхватили. Подровняли поверху. Вот такая будет у нас спинка. Берем другую щепотку и укладываем по бокам. Выравнивая мех, чтобы у нас не уходил рыбку мы уже подрезать так не будем. Подровняем кончики. Остатки удалили. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот у нас выходит вот так вверх. И теперь я беру щепоточку белого меха. Подровняю его так же. Примеряем. Лишнее отрежем. Продолжение следует... Вот так у нас Вышла конструкция Снизу смотрится Как вам заметно И дальше я В этом же порядке Буду создавать контур рыбки Встретимся попозже Вот я начинаю подходить К завершению К месту крепления И перешел сразу на Немножко другой цвет Так чтобы моя мушка была Более Привлекательная Я спинку сделал Из черного Меха Песа Подбираем Остатки отрезаем По длине Как у настоящей рыбки Горблем Так Рассредотачиваю мех И прихватываю Так чтобы у меня были Вот две Половинки Вниз Белый По бокам мы подрезать Не будем Как вы видите Получается Низ белый Вверх И бока У меня Черное Беру опять Мех Черный Так как мы уже подходим К завершению Здесь Желательно Сильно Место Крепления Глазок И головы Сильно не загромождать Меха Мех надо контролировать Чтобы не было его много Поэтому Я вот Примеряю Сколько мне нужно Дотошно Еще Так да И так же Рассредотачивая По цевью Полукругом Его Подхватывая Посмотрели Ровно Ровно Хорошо И теперь Остается Снизу Добавить Снизу Мы Еще будем С вами Изготавливать Красное Горлышко Поэтому Оставим Немножко Меха Место Для Красного Меха Белого Сейчас Положим Совсем Немножечко Примеряем Рассредоточили Мех И Прихватили Теперь у меня Остается Немножко Место Для Крепления Черного И Сделаем Горлышко Для Нашего Стримера Красненькая Так Так Добавим Немножко Клея И Сделаем Красное Горлышко Мех Мех Который Подходит Колечку Можно Потом Срезать Скальпелем Или Выжигателем Когда Будем Делать Головку Красивую То есть Это Не страшно Но Желательно Следить Субтитры Так, примеряем. Остатки отрежем. Для крепления горлышка я мех рассредотачиваю значительно пошире. Вот так. Так, чтобы обхватывал хорошо по бокам и белый мех. Вот приблизительно вот так. Ну а теперь я подровняю мех возле крепления головы, сформирую и приклею глазки. Вот я приклеил глазки, вскрыл немножко головку лаком. Еще надо будет неоднократно вскрывать ее лаком. И наша мушка будет готова к рыбалке. Как вы видите, верх черный, низ белый. Мы не подстригаем, а методом наращивания меха создали вот такое симпатичное тело. Благодарю вас за внимание. До новых встреч.